Здравствуйте, друзья! С вами Евгения Красносельская. Я думаю, что каждый в своей жизни пользуется фотографией и делает фотографии наиболее интересных, наиболее значимых моментов. Часто фотографии складируются, а ведь можно из них сделать очень интересное слайд-шоу или сделать слайд-презентацию. И я хочу вас научить сегодня, как сделать эту слайд-презентацию самой простой программе, которая называется Movie Maker. Эта программа есть в каждом компьютере, кто пользуется Microsoft Office. Мы начинаем. Открываем программу. Так выглядит наша программа. Я немножко познакомлю вас с ней, что вы можете здесь делать и чем можете пользоваться. Как следует создать фильм. Значит, здесь вы можете выбрать название, создать титры, как в конце фильма или в слайд-шоу, так и в начале. В этой программе вы можете монтировать как видеофайлы, так и фотографии, и рисунки. Для того, чтобы начать использовать эту фотографию, мы импортируем наше изображение. Нажимаем на импорт изображения. Выбираем фотографии, которые хотим импортировать. Выделяем их. И нажимаем кнопку импорт. Импортированные фотографии появляются перед нами. Дальше мы приступаем к созданию своего собственного слайд-шоу. Берем фотографию и перетаскиваем мышкой в открывшееся окошечко. Вы можете ее также либо копировать и вставить. Это второй путь. Нажать на фотографию. Делать копирование. И вставить. Вот из этих четырех фотографий мы будем делать слайд-шоу. Дальше посмотрим. Видеоэффекты. Как наши фотографии могут появляться. Нажимаем на вкладку «Видеоэффекты». Чтобы просмотреть видеоэффект, вы выбираете нужный вам эффект и просматриваете его на экране. Если вы выберете этот эффект, то фотография будет исчезать. Как бы растворяться в белый фон. В этом эффекте фотография исчезает в черный фон. Но здесь много различных видеоэффектов, каждый из которых вы можете попробовать. Вот я хочу, чтобы у меня фотография появлялась из белого фона. Вы выбираете нужное вам изображение, копируете и вставляете на фотографию там, где указана звездочка. Или просто перетаскиваете. Звездочка стала синего цвета. Если вы хотите, чтобы следующая фотография появлялась с другого перехода, выбираете нужный вам переход. Давайте выберем такой. Также делайте копирование. Уставляйте. Аналогично проделаем эту операцию с другими фотографиями. Теперь перейдем в область перехода. Каждая фотография может у нас появляться различными способами. Каждый из переходов вы также можете просмотреть на экране. Давайте посмотрим несколько. Выбираете область перехода и просматриваете на экране. Каждый из переходов вы можете посмотреть самостоятельно, выбрать переход и нажав кнопку «Ввод с произведения» на экране. Как нам выбрать переход? Вы выделяете тот переход, который хотите. То же самое. Вы можете его либо перетащить в область между фотографиями, либо сделав копирование перехода и вставив, выделив область выделения перехода между фотографиями и вставив свой переход. После того, как вы заполнили все область перехода, можно выбрать титры для названия фильма. Для этого вы называете строчку «Название титра». Вот перед нами появилась страница, в которой вы можете выбрать, где вы хотите написать титры в начале фильма, в конце фильма, выбрать название перед каждым клипом или написать прямо в раскадровке, в каждой фотографии. Давайте мы выберем название «Название титра». Напишем, допустим, «Название титра». То, что вы написали с левой стороны, вы можете увидеть на экране просмотрщика. Здесь вы можете изменить шрифт или анимацию названия. Для своего названия вы можете выбрать анимационное появление. Вы выбрали, как ваше название будет появляться. Дальше вы можете изменить шрифт или цвет текста, выбрать буквы, выбрать размер, выбрать цвет, нажав на соответствующие кнопки. Для выбора цвета вы воспользуетесь кнопкой «А». Здесь появляется цвета, которую вы можете выбрать. Также вы можете выбрать шрифт, отцентровать его, нажав на соответствующие кнопочки приложения. И когда вам уже все понравилось, вы нажимаете кнопку «Добавить название фильма». Вот ваше название появилось перед слайд-шоу. Также вы можете заполнить область перехода между названием и слайд-шоу, воспользовавшись тем приемом, которым я показала вам ранее. Мы выделяем область перехода, копируем ее, вставляем. Теперь мы тем же приемом, которым мы делали начало названия фильма, мы закончим наш фильм. Титры в конце фильма. В открывшемся окне вы можете создать титры, которыми будет заканчиваться ваш фильм. Кто создал это шоу? По тому принципу, по которому мы выбирали начало нашего фильма, изменяли шрифт и цвет и анимацию, вы можете точно так же поставить с концом фильма. После того, как вы выбрали все, что вам нужно, вы нажимаете кнопку «Готово добавить название фильма». Когда наш фильм готов, мы можем добавить в него музыку. Для этого мы нажимаем кнопку «Импорт звука или музыки». Выбираем музыкальный файл и импортируем. После того, как появился ваш музыкальный файл, чтобы его добавить в наше слайд-шоу, мы переходим на шкалу времени. На шкале времени вы видите три дорожки. Видео, звук или музыка и наложение названий. Добавить музыкальный файл можно также двумя словами с способами. Либо перетащить его на дорожку, либо выделить, копировку вставить, как на поле фотографии. После завершения всей работы вы можете просмотреть свой фильм. На этом все. С вами была Евгения Краснофельская. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok